Следующий этап – это evaluation, оценка, и проводится он на том этапе, то есть на моменте, когда финалится выполнение самой услуги, либо продукт доставлен, например, человек уже попользовался и понимает, что он действительно ему нравится. И задача здесь провести, по сути дела, как этап онбординга, только немножко наоборот. И задача менеджера по продажам – это связаться с клиентом в момент, когда он уже получил полностью все, что было прописано в изначальной договоренности. И нужно понять, по какой процедуре финалятся результаты работ, то есть как они принимаются, по какому-то чек-листу сверяются, либо еще что-то. И возможно там в устном каком-то там разговоре, либо в email-переписке, то есть подводится итог, что мы обещали сделать, что мы сделали, вот наши результаты. И задача этого этапа – объяснить клиенту, что, например, у него были одни ожидания, услуга оказана, она закрыта, и его ожидания совпали с результатом. И что он действительно может уже радоваться тому, что услуга выполнена, он получил тот результат, за который заплатил, и это действительно круто. Потому что многие заказчики могут и не дождаться этапа оценки, и они просто не будут знать, насколько им понравилась эта услуга, они не будут знать, насколько она качественная была, насколько она решила проблему, поэтому здесь под соусом такого фидбэка, под соусом проверки того, что мы сделали, не сделали, мы проводим этап оценки. Соответственно, после того, как зафиналили все результаты работ, клиент по логике должен остаться довольным. И этот момент, он самый, ну, наиболее удачный с точки зрения того, чтобы получить отзыв от клиента. И задача менеджера – попросить оставить отзыв. То есть, задача минимум – это текстовый отзыв получить, задача максимум – получить видеоотзыв, поскольку видео более качественным является и, ну, лучшим таком. Является доказательством того, что, ну, отзыв действительно был. Следующий этап, который можно использовать, можно и нет – это подготовка кейса. То есть, не просто отзывы, а уже какой-то истории, истории как раз о том, что было и что стало после самой услуги. Возможно, здесь потребуется проведение какого-то интервью, еще что-то и, то есть, в результате нужно определиться, как подготовить кейс для публикации его на сайте. То есть, ну, не просто небольшое там видео, там, фотография, там, два абзаца, а уже полноценный материал, там, статьи, например, где все по деталям, то есть, описывается, какой был запрос, как работали, что внедрили, какой результат и так далее. Соответственно, далее мы предлагаем реферальную модель. То есть, клиент у нас доволен, он оставил отзыв, он рекомендует нас, и мы на этом этапе ему предлагаем ту самую реферальную модель, которую мы заранее прорабатывали. И, ну, на этом этапе мы рассказываем о возможностях, как можно с нами дальше работать, получать это вознаграждение и быть ценными друг другу. И на этом этапе можно менеджеру дать некую подсказку касательно того, что можно еще допродать сверху. То есть, если у вас, там, линейка услуг, продуктов, там, простроенная, то есть, некими ступенями, то задача менеджера на этом этапе допродать. То есть, например, если это рекуррентная услуга ежемесячная, то, по сути дела, задача менеджера раз в месяц финалить вот эту всю историю и допродавать следующий месяц обслуживания. Если это, ну, какой-то продукт, который покупается, то нужно по линейке заранее за клиента продумать и предложить ему то, что даст ему, ну, еще больше ценности, вдобавок к тому, что он уже приобрел. В общем, процесс, он такой, скажем так, он немного здесь размытый получился, но ваша задача его формализировать в виде какого-то алгоритма, что нужно делать и, по крайней мере, постараться его использовать, поскольку этот этап является фундаментом для запуска сарафанного радио. То есть, если вот этого не будет, то сарафанное радио у вас будет посредственное. Если вы этот процесс запустите, то сарафанное радио будет работать у вас на максимум. Что ж, это был третий процесс, третий процесс оценки evaluation, который тоже нужно будет проработать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok